добрый день уважаемые друзья коллеги дамы и господа товарищи братья и сестры мне очень приятно быть на вашей площадке я не являюсь членом русского космического общества но сочувствую интересуюсь уважаю и вижу у вас действительно основу может быть нового объединения в россии которая поможет вернуть нам лидерство не только духовное идейное идеологическое и практической космонавтики к тому название которое огласили я добавил еще слова о новой стратегии освоения космоса и буду кратко говорить в размерах регламента именно а вот этих моментах а дальше есть ссылки об этом можно говорить в любом измерении вот это краткое содержание первой серии вы видите на экране да но я очень тезисно буду говорить презентация доступна там есть некоторая литература и надеюсь мы потом сможем обменяться и так я хотел бы изложить именно мою личную точку зрения это не точка зрения моего института где я работаю и за все ответственность несет автор освоение космоса имеет сверхцель сверхзадачи выживания развития человека и человеческой цивилизации на земле и в космосе пространстве земля плюс космос это когда это давно известно по Циолковскому а также по александрович субьетта которого я уважаю с его идеей космической революции хотя она у него началась шестьдесят первом году а я считаю что космическая революция началась все таки в 177 году но это четыре года это мелочь о которой мы договоримся но мы должны понимать что имеем важные достижения исследования освоения космоса но при этом существующая стратегия освоения космоса в парадигме разделенного человечества устарела контексте целей правил игры институтов программ технологий и ресурсы на космическую деятельность расходятся малоэффективно нарастают проблемы связанные загрязнением околоземного космоса милитаризацией а также с коллизиями правовыми и другими которые связаны с освоением внеземных ресурсов мы слышали о последних новациях соединенных штатов и так далее поле значит зрения и дележая луна ну и многое другое причем самое парадоксальное когда мы говорим что мы должны освоить космос состоит в том что до сих пор никем официально не поставлена задача экспансии человека человечества в космос для постоянной жизни мне земли мы все и уважаемые коллеги русского космического общества я в том числе больше и увереннее себя чувствуем на земле мечтателями о космизме об освоении космоса и так далее и только немногие из нас вот как мой друг и товарищ улериан штокарев которого я уважаю который недавно выступал перед нами смогли резать свою мечту но эта мечта имеет пока локальное измерение мы не можем пока постоянно жить и расселяться в космосе на мой взгляд человечеству необходимо новая стратегия освоение космоса причем не для решения проблем космической деятельности которые очевидны а именно для решения глобальных проблем цивилизации теперь следующий момент я бы хотел сказать о нем что связи с современным глобальным кризисом и уроком вот этой пандемии который мы переживаем нам необходимо осознать и признать в качестве нового высшего приоритета сохранения человека вида homo sapiens и инициировать разработать если угодно принять под эгидой он как раз таки декларацию сохранения этого вида homo sapiens парадоксально на современном международном праве созданном и развивающимся под эгидой он парадигме прав человека национальной международной безопасности устойчивого развития до сих пор нет необходимых основ актов и норм которые посвящены именно сохранить человека как вида homo sapiens мы защищаем охраняем на земле многие виды живых существ биоразнообразие в контексте окружающей среды и объекты природного культурного наследия это хорошо правильно необходимо но этого недостаточно мы абсолютно забыли сформулировать и принять в качестве высшего приоритета сохранение человека вида homo sapiens как уникального живого существа основу человечества в парадигме выживания что чрезвычайно важно в 21 веке нарастающем потоке рисков пандемии других природных антропобенных катастроф и вот поэтому я бы почему я сейчас об этом говорю потому что вы наступает некий но момент истина нам надо обосновать и понять зачем почему для чего мы должны не топтаться больше на земле на колоземной орбите действительно идти в космос расселяться на земли в эпоху нарастающего глобального кризиса необходимо новая стратегия освоения космоса парадигме единого человечества для выживания развития человека и человечества создания новой космической цивилизации следует дополнить правила игры которые зафиксированы документах оон вот с учетом того что я сказал о сохранении вида homo sapiens и в том числе направлениями и целями включая спасение человечества создание космического человека и автономной популяции резервного человечества вне земли в космических поселениях на колоземной орбите на луне и так далее хранение генетического банка человека и человечества для выживания воспроизводства случае глобальной катастрофы на земле лирическое и философское отступление если вы знаете в китае есть проект который разработали ученые называется тысячи китайцев на марсе это условное название это можно а в нем можно прочитать в ряде источников в том числе в монографии космонавтика двадцать первого века под редакцией бориса евсеевича чертога так вот в тексте борис евсеевича на двадцать девятой странице этой книги как раз таки этот проект описан идея в чем китайцы летят на марс делают там колонии с численностью более тысячи человек с единственной задачей ну кроме того что они там должны научиться выжить выживать на марсе а задача сверх задача если и когда на земле наступит глобальная катастрофа то вернуться обратно на землю восстановить человечество но при этом кстати все человечество земля становится китайскими так вот вот стоит об этом подумать на мой взгляд обществу необходимо и предстоит сформулировать и сделать новый социальный заказ для своей космоса в интересах человека и человечества и вот тезис на несколько моих идей как вы воспринять это уже другое дело на мой взгляд для освоения космоса в целях выживания и развития на земле и в космосе необходимо создание всемирного космического союза который должен объединять на принципах открытости добровольность все виды сообществ людей от малых групп и до государств корпораций всех кто хочет и может включая русское космическое общество то есть мы давно знаем по целковскому что для того чтобы идти в космос мы должны договориться на земле а потом выходить туда объединенным человечеством но этого пока не получается если будем ждать пока произойдет самосозревание мы ничего не дождемся поэтому нужно видеть тех кто готов стать вот под эту идею и создать некое объединение о чем я говорю мной предложена новая концепция технологии объединения и так далее все это опубликовано ссылки есть ближайшие пять лет конечно хорошо было бы разработать и принять такую декларацию и влиятельный космический союз как открытая система сообществ под эгидой оон может сформироваться допустим столетию космической эры 57 год следующая моя идея она тоже предельно может быть завиральная в этом году все опубликовано впервые ссылки есть сейчас я сейчас расскажу это идея того что нам если мы хотим двигаться в космос необходимо стать космическими людьми то есть проблема создания космического человека на самом деле мы это делаем начиная с первого полета в космос юрия гагарина и я тут предложил некую общую модель а космический человек следующий этап эволюции земного человека разумного который создает свое предназначение космическое мотивирован стремиться готов лететь в космос жить не земли или родился способен жить не земли или постоянно живет космос в пределе если и когда нам у нас это получится вот эта общая модель я несколько позже покажу иллюстрацию охватывает четыре стадии первая стадия космический мечтатель живущий на земле вторая космонавт земли который летает и возвращается третья стадия рожденный вне земли и оставшийся и живущий там иногда летающий на землю возвращающийся обратно в космос и наконец четверто идеальный абсолютно космический человек который полностью родился зачат вырос сформировался и прожил всю жизнь вне земли вот здесь иллюстрация попытаюсь ее увеличить но не уверен что будет красиво сейчас ну вот примерно так да к сожалению резкость не позволяет но но вот поверьте значит здесь вот эти четыре стадии восходящих это человек мечтатель космонавт земли и так далее рожденный внеземлек мы приближаемся есть такие проекты когда лет через 15-20 уже это станет реальностью первые эксперименты по рождению детей в космосе и наконец идеальный космический человек потом постчеловек постпост человек все что хотите здесь все основные даты нашей хронологии исторические даты освоения космоса первые которые вышел человек в космос юрий гагарин как просто полетел за пределы земли вышивший вас в открытый космос космический человек алексей леонов первый человек ступивший на луну на неземное тело мил армстронг и так далее все вот эти вещи так выглядит конечно не факт чтобы у нас получится особенно стадия репродукции воспроизводства рождения детей может быть придется откатиться и может быть стоит некий барьер но об этом можно говорить особо есть статья на этот счет и она вышла журнале воздушно-космическая сфера первом номере за год доступна ссылки есть можно более подробно ознакомить теперь космическое человечество она давно существует внутри земного человечества постепенно вырастает из него и можно выделить тоже 4 стадии космического человечества это конечно человечество которой живет на земле ощущается знает понимает свое предназначение за almost космосом космическое продолжитель так далее вторая стадия или там второй этап чувство живущие на земле ведущий аэрокосмическую деятельность целях исследования использования космического пространства неба космоса для выживания развития третье человечество живущая на Земле и вне Земли в Солнечной системе, которая сохраняет Землю и осваивает космос для выживания и развития. Четвертая стадия – это человечество, расселившееся и живущее в космосе. На этот счет есть статья, моя 17-го года, с таким же названием, доступно, можно тоже изучить. И вот сейчас человечество находится в процессе перехода от второго к третьему этапу. То есть мы как бы сомневаемся до сих пор, стоит ли нам идти на постоянную жизнь в космосе. Теперь некая философская метод целеполагания. Итак, два тезиса, то есть обоснование космического человечества. Первое – это выживание и развитие земного человечества, человека и человечества на Земле и в пространстве. Земля плюс – это Солнечная система, галактика, далее везде. И второе, может быть, завиральное предложение или представление, что это следствие эволюции разумной жизни во Вселенной, что в соответствии с антропским принципом и его активным сверхпостантропным дополнением в предельном виде можно сформулировать так – космическое человечество имеет эволюционное предназначение активно управлять эволюцией. Изменить человека, человечество – это некий максимализм. Перспективы освоения космоса, создания космического человека, космического человечества, в значительной мере, понятно, зависит от политических, социально-экономических, экологических и прочих условий на Земле, но в решающей мере от разработки принципиально новых технологий, обеспечения безопасности, жизнедеятельности в космосе, создания новых социальных структур, сообществ для постоянной жизни на Земле. Но можно было бы, на мой взгляд, столетие космической эры, 57-м году, или до конца века поставить конкретную сверхцель, сверхзадачу – создать постоянное сообщество из ста или тысячи космических людей в таком диапазоне, вне Земли, как резервное человечество, основу космического человечества для становления в будущем человечества, как реальной космической цивилизации. Не факт, что это получится из-за сложности репродукции человека в космосе, из-за тех условий, в которых там люди живут. Надо менять структуру, свойства нашей техники, делать системы искусственной гравитации, защиты от радиации и многое другое. Но вот этот путь, по-моему, надо попробовать. И завершающая часть, краткая. Я хотел бы обратить ваше внимание на необходимость экологизации космической деятельности, перехода к экологичным технологиям. К сожалению, сейчас вся наша техника, технология, мы это прекрасно понимаем, они малоэкологичны, мягко говоря, они малоэффективны. Коэффициент полезного действия, массовая эффективность современных ракет, к сожалению, очень низок. Это от 1 до 5%, в лучшем случае на низкие орбиты. Поэтому нам предстоит сделать качественный рывок в этом направлении, перейти к новым технологиям. Они должны быть экологичны, то есть минимально расходовать ресурсы и давать максимальный эффект, минимизировать загрязнение среды и негативного действия, в том числе, для людей. В мире есть позитивные примеры движения в этом направлении. Сейчас инициатива «Чистый космос», «Клэнспейс инициатив». Это в Европейском космическом агентстве, в Европейском Союзе 2012 года. В отличие от Евросоюза, к сожалению, Россия не является лидером процесса экологизации космической деятельности. Я говорю сейчас о Европейском космическом агентстве как лидером идейным, именно задавшим направление «Чистый космос». Можно почитать, это все в русле чистого развития в Европейском Союзе, в русле и в парадигме устойчивого развития. Это очень интересные идеи и проекты. Сейчас я их немного покажу. Вот это скриншот сайта раздела «Клэнспейс» Европейского космического агентства. Вы это видите. Далее, вот по видам инфографика, которая направлена на решение ряда проблем экологизации техники. Там есть еще масса других иллюстраций, я рекомендую это изучить. И вот теперь встает вопрос, если вот такая левая картинка, как раз-таки она есть на сайте Европейского космического института, вся эта идея, видите, чистого космоса, освоение его. А где мы, где Россия, где Роскосмос? К сожалению, наши уважаемые коллеги Роскосмоса, по-моему, даже с сайта Европейского космического агентства этот раздел его или не видели, плохо читали. Вот хотелось бы, чтобы и мы с вами это осознали и дали некий импульс к развитию в этом направлении. Основные выводы. Первое. Россия и человечество для создания новой ноосферной космической цивилизации необходимы новая стратегия освоения космоса и Всемирный космический союз. Второе. По существу перед человеком и человечеством стоит вечный вопрос бытия, но в новой космической интерпретации. Быть или не быть земному человеку и человечеству космическим человеком и космическим человечеством, космической цивилизацией, чтобы выживать, устойчиво развиваться на Земле и достичь бессмертия во Вселенной. Самое главное, третье, это и сложное ограничение. Человек в космосе, это космический человек, должен остаться человеком и быть самим собой, несмотря на все технологии, использования, поддержку в виде каких-то роботов и прочее. Но сам этот человек должен остаться человеком, не превратиться в киборга, биоробота и так далее. Сможем ли мы достичь вот этого вопроса? Либо мы будем вынуждены ограничиться своей экспансией, а там будут это все делать киборги и все остальное. Будем сидеть и мечтать о космосе на Земле и в основном виртуально его осваивать или дистанционно с использованием технических систем. Это момент истины. Но тогда у нас не получится расселиться вне Земли и обеспечить свое физическое бессмертие на случай, если и когда, к сожалению, наша Земля будет утрачена. Такая проблема существует. И четвертый момент. Остается открытым главный вопрос. Сможет ли идея освоения космоса, экспансии человека и человечества в космос в 21 веке стать массовой на Земле, получить реальную политическую, правовую, экономическую, технологическую поддержку от космических государств, корпораций, космических научных других сообществ земного человечества, мирового сообщества ООН, других институтов, чтобы человечество стало космическим, то есть стало полноценной космической цивилизацией, а не просто мечтающей быть космической цивилизацией, но живущей на Земле, вот в этих наших условиях, кризиса, катастрофы и так далее, храня все яйца в одной корзине и не желая выйти из колыбели в космос, хотя мы уже давно, по-моему, перезрели. И пятый вывод, конечно, что необходима экологизация космической деятельности на основе экологичных технологий. Вот эта литература, я тут дал пару, ну, ссылку на работу Циолковского, которая опубликована ровно 100 лет назад, хотя написана была в 17-18 годах, «Вне Земли», на работу Александра Ивановича Субета, и пардон, на несколько своих публикаций, которые упомянуты вот по этим ключевым идеям, это не значит, что я только о себе любимом, но вот просто, чтобы коллеги могли найти и изучить, включая вот аспекты новых технологий, и, наконец, ссылка на Clean Space Европейского космического агентства. Я завершаю, и вот хотел бы вам показать несколько таких образов, сейчас единственное, как-то увеличу, да, а все-таки космический человек, вот сможем мы стать в этом смысле, живыми, настоящими, космическими людьми и осуществить экспансию в космос, расселиться вне Земли. Это картина одного американского художника, данные указаны. Или это будет не космический человек, а робот, биоробот, киборг, все, что угодно, а мы будем сидеть, это дистанционно управлять, мечтать на Земле. Это картина того же художника, кстати, 1992 год еще. Но я бы хотел завершить оптимистически, сказать, что вот есть образ ноосферного экологического будущего на Земле и в космосе, в гармонии с природой, вот с учетом всех тех наших ей, космизма, в таком идеальном, может быть, представлении. Вот мы можем, на мой взгляд, выжить, сохранить Землю, себя и в то же время освоить космос, расселиться вне Земли и обеспечить бессмертие человеческого рода. Завершая, благодарю вас за внимание. Здесь есть данные, в том числе о сайте института, где я работаю. Там можно найти раздел конференций и у нас ежегодно проходят конференции института, большая. Сейчас объем этих сборников порядка 700 страниц. Там есть секция «История космонавтики и ракетной техники». Такая секция была в этом году, я руководил. И там можно найти практически за каждый год интересные доклады по теме. Может быть, вам будет интересно. Благодарю вас. Благодарим, Сергей Владимирович. Ну, у нас есть буквально 5 минуточек до следующего докладчика. Ну, 4. Алексей Алексеевич хотел сделать какой-то комментарий. Алексей Алексеевич. Да, да. Я прошу прощения, можно? Я так все говорю. Алексей Алексеевич, прощение. Я хочу... Я забыл сказать, что я вас приветствую из «Звездного городка». Если вы видите, вот здесь у меня даже есть некоторые символы «Звездного городка». И там, надо мной. В этом году исполнилось 60 лет Центру подготовки космонавтов и отряду космонавтов. И это очень важное событие, на мой взгляд, нашей истории. И мы сейчас приближаемся к 6-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Этот космический год наступает. И может быть, как некая идея и предложение для конференции все-таки отразить в наших планах, в работах, в делах то, что фактически мы вступили в такой знаменательный космический год исторических дат. Но они заставляют нас думать и о будущем. Спасибо. Извините. Алексей Алексеевич. Да, да, я здесь. Я тогда принимаю от вас эстафету по поводу того, чтобы, значит, отразить, где мы находимся. Анна Сергеевна, можно меня вывести, чтобы была картинка? Это я в невластной, Павел Романович. Да, вот. Смотрите, я покажу, где я нахожусь. Сейчас попробую ноутбук повернуть. Ну, поясните. И те, кто знаком с этим местом, а это все летчики-космонавты, я убежден, сразу увидели, что это дом-музей Юрия Алексеевича Гагарина в городе Гагарин Смоленской области. Ну, мы так решили немножечко с окраином сегодня заложить этот камень. Сергеевич, большое спасибо вам за это выступление. И оно вызвало горячую как раз дискуссию. Там в чате я посмотрел. И она, эта дискуссия связана с генеральным пониманием того, людьми, вот этот водораздел, который четко проходит, все-таки технология для человека или человек для технологии. Именно здесь проходит вот тот краеугольный водораздел, который разделяет, с одной стороны, вот эту концепцию техноценозов, которая говорит, что человечество – это ступень ракетоносителя, которая отошла и которая должна дать дорогу дальше технической цивилизации. И другая, собственно, часть, которая говорит, да нет, человечество космическое еще только-только зарождается. И эволюционный потенциал человека именно в его физической явности еще не реализован. Я уже не говорю про его духовный потенциал, который не реализован даже в части. Потому что сегодняшние технологии открывают совершенно невероятные возможности для развития человека, обусловленного эволюционно. То, чего раньше мы не могли бы себе позволить просто по чисто техническим, по чисто экономическим соображениям, сегодня вопрос этот решается. И, конечно, космическое освоение космического пространства в этой связи, в том числе работа с физической частью преобразования человека, развитие его потенциала, заложенного, еще раз говорю, эволюцией, оно, конечно, не ограничено. И по поводу ваших предложений, я очень рад, что вы сегодня, именно вы сегодня, как футуролог, как человек, который ставит, ну, для кого-то совершенно нереальные вещи, вы правильно постоянно подкладываете соломку, называя, что это какая-то некая, может быть, авторская фантазия. Нет, это не фантазия. Для нас, например, РКО, как для коллективного субъекта, те вещи, которые вы обозначаете, являются, ну, у нас нет слова дорожная карта, для нас это космоплан. И в этой связи это некий космоплан, понимая себя как субъектом, в этой связи мы ставим целью проведения в жизнь вот тех задач, которые вы пока, как ученый, как теоретик, выносите на то, а кто способен поднять вообще так, кто вообще такие вопросы коллективно, субъектно готов ставить, не кто готов прослыть маргиналом в этой связи, потому что все очень серьезные люди с площадки Организации Объединенных Наций, государственных трибун, кто поставит так вопрос. В этой связи мы берем на себя такую смелость и вопрос именно так ставим. И поэтому вашу инициативу по поводу космического человечества мы с горячностью принимаем и с радостью будем эту линию проводить жизнь всей силой наших возможностей и административных, и в области гражданской дипломатии с радостью этим будем заниматься. Я думаю, здесь мы с вами будем хорошими, добрыми союзниками. Все, Анна Сергеевна, вам слово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!